Всем привет! Сегодня хороший день для того, чтобы приучить диковинку к седлу. В следующем месяце у нас планируется заездка вот этой лошади. Так что седло я еще ни разу не надевала. Надевала только вальтрап, в уздечке она работала. Я не думаю, что будут проблемы. Может кому-то это видео пригодится. К сожалению, пока еще прохладно, а то бы я ее помыла. Ну ладно, потому что много пыли в шерсти, но ничего, 10 минут в седле побегает, ничего страшного. Сейчас я смету с нее пыль, оставшуюся шерсть слинявшую и начнем седлать и подпругу измерять. Седлать начинаем с левой стороны, так же, как и залезаем. Она уже знает, что такое вальтрап, в принципе. Уйди. Что такое мех, я не думаю, что будет иметь значение, но все равно даю всегда понюхать первый раз. И достаем седло. Тоже не думаю, что она будет как-то возмущаться. Она достаточно флегматичная и доверяет мне. Вот и все. Даже не поняла, походу, что что-то я ей надела на спину. Тихо. Ну-ну-ну-ну-ну. Тихо. Тихо. Привыкай. Немножко. Стой. Тихо. Тихо. Подпругу тоже я и затягивала, но не подпругу я и затягивала трог. Тихо. 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 Козлят так орут вообще. А, всегда затягиваем сначала на одну. Вы знаете, есть такие лошади, которые вообще от подпруги сразу падают. То ли в обморок, то ли дуркуют, не знаю. Прям падают и всё. Тихо. В общем, затягиваю теперь с правой стороны подпругу. Вроде подходит. Стой, 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 стой. Мы не будем добиваться сегодня сильного затяжения подпруги. Просто затяну так, чтобы седло не съехало. То есть я сейчас просто, можно так сказать, тяп-ляп, просто вот одела. Просто, чтобы седло не упало и лошадь привыкла. Ну, я так просто делаю. Быстро, чтобы её не мучить, надела, на корде пробежалась она и сняла, похвалила. И всё. Тихо, тихо. Я думаю, достаточно. А если кто заметил, я даже не зацепила путалище со стреминами. То есть стремян нет, чтобы её не пугать. Зачем? Не вижу смысла пугать её в первый раз. Даже если она флегматична, зачем? Куздечку она даёт одевать хорошо, поэтому куздечку надеваю потом. Не думаю, что она убежит с седлом куда-то. А там умница. Умница. Ну, что вы сюда выросли, нет? Вот умница, девочка. За каждое действие я хвалю всегда. Всегда говорю, хорошо, умница, молодец. Вот и всё, в принципе. Для лошади, с которой вы постоянно занимаетесь, которая вас знает, которая вам доверяет, которая адекватна, не составит труда совершенно одеть седло в первый раз. Вот так должна любая лошадь реагировать. Для неё должно быть всё, что вы с ней делаете, в порядке вещей, потому что вы человек, вы её главнее, вы её начальник, так сказать. Она не имеет права с вами ни драться, ни ругаться. Может только лишь слегка показать недовольство. Вот. Все такие лошади должны быть. А мы поехали бегать на корде с седлом. Да, ей вообще без разницы. Есть седьмой или нету. Понимаете? Ага. Слышно, как крылья шелестят, поэтому я не оделась кремена, чтобы она не испугалась. Крылья шелестят. Крылья шелестят. Видишь, она бежит, а крылья шумят. Некоторые лошади сильно боятся. Засек, что ли? Остарк, что ли? там, куда? Мы, в принципе, побегали на корде. Многого я не требую. Она молодая лошадь. Ну, я не готовлю каких-то спортсменов, не обладая какими-то... Уйди! Уйди, говорю! Осторожно! Не обладая какими-то знаниями и такими невероятными, не заставляю никого делать так, как я говорю. Просто рассказываю, как я молодую лошадь готовлю, потому что объездила не одну лошадь, независимо от пола. Никогда не заставляю лошадь до пота что-то делать, бегать, отрабатывать. Не вижу смысла. Надела седло, мы побегали минут 10. Это, значит, 5 минут в одну, 5 минут в другую. Стремена не наздевалась, чтобы не пугать, даже если лошадь меланхолик, все равно... Блин, жеребец подходит. Стопа, сиди-ка отсюда, ради бога! Вот замучит, а? Потому что и так седло вот так шелестит и вот так вот бьется, как бы, чтобы она просто вот привыкла к этим звукам, потому что в будущем здесь будут стремена и 55 кило. Так, она должна привыкнуть. Сейчас я немножко с ней пошагаю, немножко повешу на седле, аккуратно сниму, похвалю, в этом и все занятие на сегодня. Пока! тихо, 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 иди сюда. Тихо, тихо, хорошо. 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 Молодец. Ой, ради Бога отсюда. Ну что ты какой я? Ну очень мучаешь. Сейчас я от тебя приду. Вот и все. Потом опять привязываю. И аккуратно снимаю. Приучаю ко всем звукам. Тихо. Тихо. Сняли уздечку. И все. Задание на 15 минут для лошади. Зато она без напряга получила много вкусностей. А мы выполнили главную функцию. Приучение безопасного одевания седла. Приучение к будущей заездке. Чтобы у лошади не возникало никаких мыслей о том, что это тяжело. О том, что это мучительно. Вот это седло. Чтобы у нее не было закрепления, что седло это значит надо бегать до пота последнего. Что это страшно. Что нужно по полчаса стараться на корде что-то изображать. Нет. Пускай она думает, что это какой-то трюк. Такой же трюк, когда я прошу ее ложиться. Вот, кстати, сейчас она уже сегодня у меня ложилась. Сейчас я попробую, ляжет она у меня сейчас или нет. По команде. Пойдем. Идите. 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 В 해도 он думает, что у нас этим случится. Ай, бравоша. Ай, ябっ! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Это очень умные животные И если к ним относиться с душой, терпением, любить их Понимать, что у каждой лошади свой характер, свое понимание происходящего Если все это понимать, а не требовать слишком многого То будут вырастать именно такие лошади, как Дикуля Морда Всем пока!